Всем привет! Мы начинаем регулярную рубрику «Выбор креслов слепую» или «Слепые просиживания». Посмотрим, что будут говорить пользователи, не обращая внимания на маркетинговые лозунги производителей. И для этого мы отключим зрение. Для этого будем использовать светошумовые гранаты из CS GO. Но, к сожалению, курьер, доставляющий их, где-то задерживается. А пока он едет, мы просто завяжем глаза вот этой повязкой. Всем привет! Меня зовут Максим, мне 23 года. Я увлекаюсь сферой киберспорта и на данный момент работаю администратором киберспортивной академии. Вшения хорошие, в ногах не узко, подушки очень, скажем так, выполняют спину. Я чувствую, что подлоконники не 4D, но, в принципе, это не критично и сидеть это абсолютно не мешает. Это кресло мне нравится абсолютно. Здесь уже более узко в ногах, ноги расположены слишком узко, и боковая поддержка, она слишком компактная. Но по спинке здесь все, скажем так, более широ. Чувствую, что подлоконники 4D, так что это, скорее всего, модель подороже, чем у предыдущего. Так, а из двух выбирать какой больше нравится? Больше нравится первая. Более просторная, чем первая. И, мне кажется, менее просторная, чем вторая. Но это играет в плюс, так как простор у ног больше, простор у спины в оптимальных количествах. У предыдущего, мне кажется, спине было больше простора, а здесь оно, скажем так, обволакивает очень комфортно. Очень неоднозначное кресло, скажем так. Я чувствую, что оно просторное, но просторное там, где нужно. Например, в ногах полная свобода. Боковая поддержка есть, но она не навязчивая. Она тебя не сковывает, но при этом не дает тебе выводиться. Так, что вы выбрали из четырех? Или первая, или вот эта. Всем привет. Меня зовут Николай. Мне 17 лет, и я заканчиваю учиться в школе. Главное, пожалуй, мое увлечение – это спортивный пинбол. Профессионально сюда пришел, чтобы подобрать себе хорошее кресло. В кресле сидеть довольно-таки удобно. Получается, оно шире, чем кресло рейсинг серии. Но это кресло тверже, чем предыдущее. В нем, я бы даже сказал, покомфортнее сидеть. И в нем, скорее, ты вряд ли будешь уставать. Допустим, как за обычным офисным креслом, когда у тебя просто спина затекает. Плюс, если что, то можно будет подушку поднять, и за это будет проще. Сидеть удобно? Во всех креслах сидеть удобно. Начнем с этого. В предыдущем мне, возможно, было даже более комфортно. Но как бы в нем ты будешь чувствовать себя более напряженно. Ну, в хорошем смысле. Допустим, в этом ты можешь расслабиться, и не всегда это будет тебе на пользу. Скорее, в этом будет затекать спина у меня. Такое ощущение, что когда я сел на это кресло, я сел в какой-то плюшевый диван, который слишком мягкий. Не знаю, это вообще, я бы сказал, не вариант. Ощущается, что вы сидите на кресле с четырьмя вентилятором? Нет, вообще ни разу. Из четырех кресел вам какой больше всего понравился? Второе. Андрей, 33 года, системный архитектор в области IT-технологий. Играю в CS GO иногда. Ну, по большей части работаю. Так, ну, в принципе, удобно. Ну, поясничную поддержку я бы сделал побольше, она такая неявно выраженная. Вот, а так, в принципе, в плечах нормально. Ну, чуть-чуть сильнее поясничную поддержку было бы нормально. Ну, у этого в плечах вообще нет никакой поддержки, оно слишком большое, даже для меня. Ну, поясничная поддержка, да, более выраженная. Ну, в плечах мне бы слишком свободно, оно как обычное кресло, по сути. Так, ну, этого сразу чувствует, что очень плоское сидение. Ну, это как будто бы сильно наклонено вниз и как-то... Ну, мне неудобно шеей, то, что как бы ты смотришь, как будто бы вниз так, изогнут. Как-то такая поза напряженная какая-то, неестественная. Ну, в плечах, да, в плечах удобно. Мне, единственное, не нравится только наклон сидушки и общий наклон как бы сидения. А так, в принципе, достаточно удобно. О, ну, на этом... Это кресло, чтобы на нем спать. Это кресло начальника. На нем вообще ничего нельзя делать, кроме как лежать и спать. Но мне оно... Оно мне просто чисто маленькое. Вот тут шейная поддержка слишком сильная. У меня шея, она... Ну, не может в нормальное положение зафиксироваться. Нет, что-то как-то не особо. Что бы выбрали из всех четырех? Из всех четырех? Ну, я думаю... Я думаю, второе кресло. Меня зовут Юлия, мне 21 год. Вот. Я использую компьютер, чтобы обрабатывать фотографии, потому что я фотограф. Да, удобно. Она сейчас свободная? Да. Ну, комфортно, жестко, я скажу так. Но это мягче в разы, но просто здесь поддержки больше. То есть под ногами, под спиной. Мне в том комфортнее, честно говоря. Но я люблю просто на более жестком сидеть. Не знаю, мне кажется, что оно меньше, чем первое. Мне в первое... Пока самое первое было удобнее. Ну, здесь чувствуется, что подлокотники низко, поэтому как бы... Ну, это да, это я понимаю, это... Если сравнить первое, второе, третье... Первое было первым. Ну, вот да, мне кажется, первое. Потом вот это, потому что, ну, мне нравятся более жесткие. А второе, ну, я не знаю. Второе пока меньше всего нравится. Вот так. Но мне все равно, кстати, без подушек удобнее. Я не знаю. Так, ну, если мы подушку убираем, я убираю. Давай. Из четырех кресел. Какой самый интересный? Ну, мне кажется, первое вот это вот здесь просто удобнее. Мне кажется, прошлое оно было короче по ногам и... Ну, мне кажется, вот. И было не так удобно. Вот это и первое хорошее. При первом кресле были встроены вентиляторы. Ты чувствовал какой-то дискомфорт? Нет, дискомфорта не было. Я Влад, 24 года. Я стриблю на туче. Мне тоже не нравятся эти подушки. И... Не нравятся. И бока как-то вот здесь, да, узковато. Я не могу... Ну, 187. Ты на сантиметр больше, чем рекомендует производитель. Да, понятно. Ну, это комфортнее, да. Гораздо комфортнее. Да, да. Тут не узко, как минимум. Ну, вот в этом комфортнее, да, намного. Здесь бока поддержка не мешает здесь? Да, здесь прям... Все как надо, на двое. Это какое-то... Какое-то жесткое и... Самое жесткое сет. Ну, как-то... Ну, да. А так свободно, удобно сидеть? Да, но надо все отрегулировать, я думаю, да. Но на предыдущем было лучше. Ну, дискомфорта нет, да. Да, ну, я просто сижу на стуле на обычном. Такое ощущение, что... Понял. Ну, вот это что-то среднее между третьим и вторым. Третьим и вторым. И как тебе? Либо это... Либо это второе. Может быть. Может быть. Какое из всех тебе больше всего понравилось? Второе. Второе. А это как отличается? А это, если это не второе, то это вот промежуточное между последним и вторым. Здравствуйте, меня зовут Артем Баратов, и я смотрю твич. Мягкое, хорошее кресло, да. Нигде не тесно, все. Нет, нормально, да. Это кресло пожестче, то поприятнее было. И так же ничего не давят? Не, ну, нормально. То приятнее было, чем это, из-за того, что это жестче. Да, то поприятнее было. Она примерно такая же, как предыдущая по жесткости, но как-то, не знаю, мне более удобно в нем, чем предыдущим. Но все равно первое мне больше понравилось. Это сразу говорю, оно жесткое очень. Ну и, как бы, первое точно, да. Если второе после первого, предыдущее? Да, третье. Спасибо. Меня зовут Олег. Последнее время играю в World of Tanks. Раньше играл Лара Крофт. Ну, старые игры Diablo там. Для меня оно, наверное, великовато немножко. Вот и потому что поддержка боковая немножко широка, и поэтому я здесь немножечко плаваю. Из-за того, что оно великовато, честно говоря, комфорта я не ощущаю. Ну, я не приобрел бы это кресло. Хорошо, да. Вот это интересней. Валики немножко жестковаты, великоваты. Здесь высоковата спинка, поэтому у меня валик уходит из-под шейной зоны под голову. К сожалению, оно не двигается. Видите, то есть это уже... То есть это, наверное, для очень высоких людей. В общем, ну, наверное, этот вариант интереснее. Это очень жесткое кресло. Даже догадываюсь, кто производитель. Ой, очень неудобно. Кто производитель? Ну, термалтейк, наверное. Наверное, из пяти баллов. Ну, вот последние два, наверное, четверочка. Последние два кресла. Ну, здесь поддержки практически не ощущаю боковой. То есть, как будто сижу на табуретке. Люфты минимальные. По люфтам, наверное, это одно из лучших вариантов. Ну, вот я бы, наверное, выбрал вот это кресло при условии, что здесь была бы боковая поддержка более выраженная. То есть, вот это кресло, наверное, лучшее. Из трех вариантов вы выбрали? Я бы, наверное, выбрал вот это, да. Но вот без поддержки оно, к сожалению. Хорошо. Все, спасибо большое. Как видите, ощущения от выбора кресла вслепую достаточно интересные. Все кресла набрали баллы и нашли своих поклонников. Дополнить мнение людей, участвующих в этой рубрике, вы можете, посмотрев обзоры на нашем канале. А вот если хотите поучаствовать или просто протестить абсолютно все лучшие игровые кресла, то заходите к нам в демо-зону. Боллинг Машинс. У нас есть все. И только для геймеров.